В качестве базы я буду использовать увлажняющий гелевый праймер от NYX. Поверьте, вы будете в восторге от невероятной гелевой текстуры этого праймера. Он очень увлажняет хорошо кожу, делает поры и мелкие неровности кожи менее заметными, придает лицу здоровое сияние и освежает. Формула на водной основе. В качестве тональной основы я возьму новинку от Givenchy. Это ухаживающее тональное средство Fluid Prism Libre. Который обеспечивает натуральное сияющее покрытие на коже и глубокое увлажнение кожи. Легко распределяется по коже. Далее я буду использовать палитру маскирующих средств The One Stapgolm от Ariflame. Зелененьким цветом я замаскирую вот это покраснение у себя. Дам ему подсохнуть. Бежевым и светло-желтым буду убирать, то есть корректировать, делать коррекцию, высветлять треугольник. Корректор плотный, очень плотный, поэтому с ним нужно аккуратненько, хорошенечко его распределить. Я обычно наношу и подушечками пальцев его согреваю и распределяю уже по нужной мне зоне. Далее пришло время пудры. Я буду использовать пудру матирующую The One Stapgolm от Ariflame. У меня оттенок светлый. Далее я прорисовываю межресничку. У меня карандаш Каял от L'Oreal. Такой маленький уже в оттенке темно-темно-коричневый, ближе к черному. Прорисовываем нашу межресничку. Далее растушевываем нашу получившуюся стрелочку. Чуть-чуть растушуем границы. Будет нам красота. Далее я хочу использовать розовый оттенок теней. У меня есть палеточка Nars. Вот такие вот. Вот этот вот бледненький розовый. И вот есть вот такой хайлайтер белый. Это матовый. Розовый матовый, но хайлайтер, соответственно, блестючий. И есть вот такие вот двойные тени от Giordani Gold от Ariflame. Они маленечко отличаются. У них здесь шиммерный такой оттеночек есть розовый. Он ближе к золотистому еще добавлен. И вот такой вот белый-белый прям пайлайтер. Ну, сейчас посмотрим, какой нанесен. Вот это вот прям белый из Giordani Gold. А вот это вот из Nars. Видите, как отличаются. Белый-белый и вот такой. Посмотрим. Сейчас сделаем. Так, я набрала на кисть. Все-таки решила вот этот вот светлый розовый. Вот тот вот матовый. И наношу на все подвижное и орбитальную косточку. Это матовый оттенок, поэтому можно смело его наносить на весь глаз. Вот такие вот чудесные тени получились у нас с вами. Идем дальше постепенно. Далее мы растушуем границу этих вот розовых теней, но добавим. Я хочу добавить вот сюда лоску. Добавим вот сюда на орбитальную косточку темно-коричневый. Затемним. А теперь я хочу добавить вот этого блестящего розового, но только на подвижное веко. Я его набираю. И только вот на подвижное веко наносим. Вот так как он у нас блестит, чуть-чуть имеет блесток, нежелательно его наносить на орбитальную косточку. А теперь я хочу добавить вот этого блестящего розового, но только на подвижное веко. Я его набираю. И только вот на подвижное веко наносим. Вот так как он у нас блестит, чуть-чуть имеет блесток, нежелательно его наносить на орбитальную косточку. Я набрала темно-коричневый оттенок на кисти. Хочу зафиксировать наш карандаш. Пройтись по карандашной линии. Зафиксировать его. Далее я перехожу к туши. У меня тушь от L'Oréal Paris. Называется она Very Different Ultimate Mascara. Водостойкая. Вот водостойкая, термосмываемая. Вот так вот она выглядит. Такое вот у нее интересное щиточко есть. И наношу, прокрашиваю реснички. Далее мы прорисовываем наши бруски. У меня карандаш в Джордане Гуд Кушон. Оттенки светлые. Хорошо прорисовывают карандаш. Мы берем с вами щеточку и расчесываем наши бровки. Они у нас получаются естественные и красивые. Никаких сложных манипуляций мы с вами с ними не делали. Просто прорисовали карандашом. Видите, какая красота. А для фиксации бровок я использую... Сейчас покажу. Восковой карандаш прозрачный. У меня The One Азари Флойн. Восковой карандаш просто мы направляем наши волоски. На бровках, чтобы они не торчали в разные стороны. Такая у нас красота. Теперь мы с вами поставим хайлайтер. Вот сюда под бровку и на внутренний уголок глаза. Я буду использовать хайлайтер от Nars. Вот этот вот. Мне нравится. Мне не нравятся чисто белые хайлайтеры. Поэтому я предпочитаю, чтобы он был таким... с естественным, с бежевым таким оттеночком. Так он, я считаю, красивее смотрится. Такое естественное. Оставили точечку. И теперь давайте во внутренний уголок глаза. Смотрю в камеру и не вижу, куда ставлю. Вот. Глазки они сразу с помощью хайлайтера оживают. Вот. Глик поставим. Посмотрели. Туда вот чуть-чуть доведем. И сюда доведем. Ну вот. Такая вот у нас. Румяна я буду использовать все из той же чудесной палетки Nars. В оттенке розовый. Вот этот матовый розовый, который вот здесь, в этом ряду. Прекрасно подойдет для румян. Почему бы нет? Почему бы не использовать? А вдруг у вас под рукой не нашлось румян? И что делать? Бежать в магазин покупать? Нет. Взяли тени. Матовый, главный мат. И все. И нанесли. И счастье. И последний у нас яркий штрих с вами остался. Это нанести помаду. Я буду использовать помаду серии Ancala от Ariflame. И вот такой вот красивый оттеночек. Без всякого карандаша. Вот так. Такой у нас макияж на каждый день с вами получился. Красиво, красиво, на каждый день. Желаю вам красивых макияжей. А если, например, есть желание совсем в нюдовый макияж уйти, то можно использовать не такую яркую помаду, а вот у меня есть жидкая кремовая помада от Lumine в оттенке 102. Прекрасная помада. Вот такая вот красота. Видите, получился абсолютно нюдовый повседневный макияж. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова